Приветствую, дорогие братья и сестры! В этот воскресный день в Доме молитвы мы собрались, чтобы прославить Господа. Мы собрались, чтобы пристать перед Ним и услышать Слово от Него. Мы верим в Божье обещание, где двое или трое собираются в имя Мое, там Господь присутствует. И это зависит от нас, друзья. Во что, во чье имя пришли мы сюда и собрались. Очень важно, чтобы мы были во имя Его. Для Его славы пришли, открыли наши сердца для Слова Его, открыли сердца для хвалы, для благодарности. И Господь наполняет такие сердца, чьи сосуды открываются и поворачиваются к Нему. Будем об этом молиться и просить Божьего благословения. Небесный Отец, мы Тебя сердечно благодарим за этот день, воскресный день, осенний. Ты подарил нашей жизни, чтобы нам жить, чтобы нам видеть благодать Твою, пользуйся милосердием Твоим, которое обновляется каждое утро. И также, Господи, Ты дал нам возможность и желание прийти на это место, чтобы собраться там, где собираются люди, которые любят Тебя, которые собираются во имя Твое, которые хотят прославить Тебя, поклониться Тебе Богу, возилищить Тебя и в пении, и в молитвах, и в славословиях, и также услышать Слово от Тебя. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты особенно благословил наших дорогих братьев, которые в сердце своем положили, прославить Тебя и возвестить Слово от Тебя. Дай им благодать Твою, дай им милость Твою и свободу в Духе. А нам помоги принимать, чтобы нам расти благодати Твоей, чтобы нам устрояться в Дом Духовный, чтобы в Царстве Твоем нам занимать правильное место, которое Ты каждому из нас определил и назначил. Господи, дай нам исполнить волю Твою здесь, на земле, как она исполняется в небе. Да будешь Ты благословен, возвеличен наш Бог. А также мы просим, Господи, о церкви нуждающейся, церкви страдающей, церкви гонимой. Многие сейчас братья страдают, и сестры, Господи, и в узлах, и в гонениях, и в репрессиях различных, и болеют наши братья и сестры, Господи, и в пути, и не могут здесь просто быть. Благослови каждого, Господи, по сети. А также и тех, кто с нами на онлайн общается и разделяет в общении Духе, также благослови. Тебе хвала, поклонение вечному великому Богу, Отцу и Сыну Святому Духу. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. А Петр отвечает, учитель, мы всю ночь трудились, но по слову твоему я закину сеть. Другими словами, ты хороший учитель, но разбираться в ловле тебе сложновато. То есть ты не Бог, ты не Мессия, ты просто хороший учитель, очень красивые слова говоришь, учение у тебя прекрасное, я с любовью слушаю тебя, ну ладно, я послушаюсь тебя, закину сеть. И когда он закинул сеть, начали прорываться эта сеть, он позвал других друзей, наполнили две лодки, и там в этой лодке полной рыбы, он склоняется перед Господом, перед Христом на колени, говорит, выйди от меня Господи, потому что я человек грешный. У него начинают глаза открываться, кто перед ним в его лодке, и он понял, что это Господь с ним в лодке, и он говорит, я не могу с тобой в одной лодке быть, я человек грешный, выйди от меня. Христос говорит, успокойся, Петр, будешь ловить человеков. Дальше начинает открываться ему чудеса над пятью хлебами, две рыбки, пять тысяч накормил Христос. Ученики в восторге. Пять тысяч, всего пять лепешек, две рыбки, и такую толпу накормить, но это только Бог может такое сделать. И вот Христос их сразу отправляет на другой берег, чтобы сильно славы им не хотелось, потому что все же подходят, руки, наверное, жмут, ой, ученики, как хорошо, мы не голодные, вы нас так угостили, спасибо огромное вам. И вот чтобы этой славы, ну так, мысли такие, чтобы им не было сильно повадно славу себе приписывать, Христос их отправляет и отправляет в ночь. Сильный шторм начинается на воде, и вот Христос идет к ним по воде, и они, увидев его, вскричали, вскричали. А Христос говорит, это я, не бойтесь. И опять Петр говорит, если, Господи, это ты, разреши мне идти к тебе по воде, иди. Вот это слово, иди, дало право Петру идти по воде. И он пошел. Ну, я никогда по воде не ходил, не пробовал, может быть, кто-то пробовал. Вот, но Бог мне не говорил слово, иди. А если бы сказал, можно было пойти. Вот что значит слово Христа? И он пошел, но, видя сильный шторм, ветер, начал сомневаться, испугался и начал тонуть. И Христос поддерживает, говорит, маловерный, зачем ты усумнился? Я по-другому, я же сказал тебе, иди. Еще один случай. Тот же самый лодка, шторм, Христос спит на корме, и ученики поняли, что они погибают. Пытались как-то воду вычерпывать, но видят, что волны заливают лодку, и они вот-вот пойдут ко дну. А Христос спит. Они будят Его, и обращаясь к Нему, говорят, учитель, или тебе нужды нету, что мы погибаем? Опять это слово, учитель, или тебе нужды нету? Христос встал, запретил ветру, морю, сделалась великая тишина. И они говорят, кто это? Кто это? Что и море, и волны, и ветер повинуются Ему? Братья и сестры, Дух Святой открывает нам личность Иисуса Христа. И пока нам в своей красоте Христос не откроется, кто Он, мы не можем получить рождение свыше. Пока мы начнем думать, кто же все-таки Христос. Иногда в нашей жизни случаются какие-то обстоятельства, и мы говорим, нет, невозможно это, чтобы Бог это сделал. Вот невозможно. Мы не верим всемогущества Бога. Ну и много ситуаций, когда Бог ставит нас в такие критические вопросы жизни, что нам приходится доверять Богу или усматривать на свой разум. Есть прекрасный текст, который очень мне нравится. «Надейся на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он выведет, как свет, правду твою». Вот, братья и сестры, Дух Святой открывает личность Иисуса Христа. И когда Христос спросил Петра, за кого почитают Меня люди, Петр говорит, одни за Илию, другие за одного из пророков. А Христос спрашивает, а вы за кого почитаете Меня? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос им говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах открыл тебе эту тайну. Братья и сестры, мы все верим в Иисуса Христа как Господа, я так надеюсь. Но по практике жизни, что Он Господь всемогущий, Он святой. Вы знаете, иногда у нас практика жизни расходится с теорией. И вот мне бы хотелось обратить внимание, почему мы, рожденные свыше, принявшие Духа Святого, почему у нас не все получается, как бы хотелось в христианской жизни. Вот Иисус Христос Петру, то есть Никодиму, говорит так, 5 стих. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Что значит родиться от воды и от Духа? Вода в Слове Божьем обозначает Слово Божие. Это Слово, которое мы с вами имеем написанное. Это Слово, которое Бог говорит нам Духом Святым. И вот когда Дух Святой говорит нам Слово, и мы начинаем принимать его от Бога, сердце наше как-то по-особенному располагается к этому Слову. Вот тексты Писания, которые мы с вами прочитали, вот хочу напомнить, где эти тексты, которые говорят о Слове, как от того, где нам нужно родиться. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени». 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Если можно высветить, чтобы следили. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Вот от чего мы рождаемся, от кого мы рождаемся. От Слова Божия, живого и пребывающего в век. Мы возрождены этим Словом. То есть мы этому Слову поверили. Мы поверили каждому Слову, которое здесь написано. Мне вспоминается детский пример, когда один ученый, муж говорит бабушке верующей, бабушка, неужели ты веришь тому, что Библия говорит? Говорит, да, сыночек, верю всему. И что ты веришь, что кит Иону проглотил? Да у него горло, как пятикопеечная монетка. Как он мог туда проникнуть, этот Иона? Говорит, сыночек, если бы было в Библии написано, что Иона проглотил кита, я бы тому поверила. Братья и сестры, какая у бабушки вера большая, да? Конечно же, в Библии такого не написано. Но то, что кит проглотил Иону, написано, и мы в это верим. И это факт, который никуда не денешь. И, братья и сестры, все, что в Слове Божьем написано, это все истина. Хочу обратить внимание, что Слово, которым мы возрождены, это наше питание, это наша жизнь, братья и сестры. Иногда мы читаем от случая к случаю, или, бывает, слушаем проповеди. Вот первый брат Слово сказал, очень сильное Слово. Почему первый мир, допотопный, Бог погубил? В чем причина? Написано, ели, женились, выходили замуж, строили, покупали, продавали, точно как в наше время. И Бог истребил. И там одно только Слово стоит. Вы помните, какое? И не думали. А не похожи ли мы в наше время, когда мы не задумываемся от Слови, которое читаем? Нам не хватает времени. Мы настолько озабочены. С одной стороны, Сатана это Слово похищает. В одной церкви миссионер проповедовал среди индейцев. И на первой лавочке сидел мальчик, и он постоянно ухо вот так держал закрытым. А он говорит, мальчик, а что ты ухо держишь закрытым? У тебя ухо болит? Он говорит, нет. А вы же русские говорите, в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Я держу, чтобы у меня ничего не вылетело, что я буду слушать. Наверное, братья и сестры, нам тоже надо держать, чтобы что-то у нас в сердце оставалось. Но это аллегория, естественно, пример. Но как нам важно, чтобы Слово не проходило мимо нас, чтобы оно попадало глубоко в сердце, чтобы мы были думающими, христиане думающие, исследующие Писание. Так и написано, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них, иметь жизнь вечную, а они обо мне свидетельствуют». Какого Господа мы верим, братья и сестры? Это Иисус Христос. Что о Нем сказано в Слове Божьем? Я хочу обратить внимание. Иисус Христос о себе говорит, «Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Колоссянам 1 глава, 16-18 стих. «Ибо им, Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». И вот этот Бог был в лодке с Петром. Вот этот Бог разговаривал с Никодимом, которым все было создано. Он говорит, «Я из камней могу детей Авраама создать. Я одно слово скажу, и камни станут людьми». Это всемогущий Бог. В такого Бога мы верим с вами. Такого Бога мы приняли в сердце. Такого Христа мы знаем, которым все создано, видимое и невидимое, престолы ли, господства, и все им, и хочу подчеркнуть, и для Него создано. Иногда мы себя ставим в центр вселенной. «Господи, Ты меня создал, все для Тебя, для меня, высшим разумом». Не для меня, а для Него мы созданы. И не Он для нас существует, а мы для Него сотворены, братья и сестры. Поменять понятия свои, что мы для Христа созданы, а не Христос для нас. И вот эта мысль, она должна вдохновлять нас служить Христу, пребывать во Христе. Вот хочется обратить внимание, братья и сестры, на то, что Христос Никодиму говорит, уже брат читал, 16 стих Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Это он продолжает беседу с Никодимом, как бы открывая Ему, что как Моисей возьмёт змея в пустыне, и всякий верой, который смотрел на Него, тот исцелялся от укуса змеиного. Точно так и Христос должен быть вознесённый, чтобы всякий верой, смотря на Него, мог освобождаться от этого укуса сатаны, чтобы новая природа у Него появлялась. Вот мы читаем 36 стих Иоанна 3, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нём». Что значит «верующий в Сына»? Верующий в Иисуса Христа, Сына Божьего, Всемогущего, Творца всего видимого и невидимого. Верующий в Сына, как своего Спасителя, который умер на кресте. Верующий в Иисуса Христа, как Судью Грозного, который придёт мир судить. Верующий в Сына, который, не имея с дьяволом ничего общего, который пришёл разрушить дела дьявола, верующий в такого Сына Божия, который сам разрушает дела дьявола в своей жизни, вот тот имеет жизнь вечную. Некоторые говорят, «Я верю в Иисуса Христа, как своего Спасителя». А вопрос задашь, «А от чего Он тебя спас? От ада, от плоти твоей греховной. Он спасает тебя, от твоих грехов Он тебя освободил? А ты мир любишь? А ты живёшь по-мирски? А какой же Он твой Спаситель, если Он не освободил тебя от мирских взглядов, от образа жизни мирской? Если ты живёшь по-мирски, какой Он твой Спаситель? Не обманывай себя. Если Он твой Спаситель, то в тебе новая природа должна быть, рождённая свыше от Духа Святого. Это новая природа, о которой Христос говорил Никодиму, должно тебе родиться свыше. И вот мы читаем, хочется теперь на признаки рождения свыше посмотреть, 1 Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих. 1 Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих. Итак, «Отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». И 2 стих. «Как новорождённые младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вот, братья и сёстры, апостол Пётр говорит о том, что мы, рождённые от Духа Святого, нам нужно сделать, ну, там стоит два глагола таких. Первое – «отложите», а второе – «возлюбите». Без «отложите» не получится «возлюбите». Если будет любовь к миру этому, к своей греховной природе, мы не сможем полюбить Слово Божие. Что нужно отложить? Хочется немножко подробнее обратиться, чтобы мы задумывались. Отложить свою греховную природу. Итак, «отложив всякую злобу». Что такое злоба? Чувство гневного раздражения, недоброжелательства против кого-нибудь. Всякую злобу нужно отложить. Это чувство гневного раздражения. Ну, прежде всего, с домашними не надо гневаться. Потом окружающие, соседи, ближние, в церкви. Отложить всякое чувство гневного раздражения, недоброжелательства против кого-нибудь. Дальше. «И всякое коварство нужно отложить». Что такое коварство? Злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством. То есть, человек улыбается, а за спиной говорит о человеке плохое. Это коварство. Не прямо подойти, обличить, подсказать, исправить. А вот такое недоброжелательство, такое прикрытое показная добродетель. «И всякое коварство, и лицемерие». А что такое лицемерие? Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным чистосердечием, добродетелью. Вот это лицемерие, тоже Богу очень не нравится это. И зависть. Что такое зависть? Чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. Благополучие, успех другого вызывает у меня чувство досады. Кто-то лучше спел, сыграл, кто-то больше или лучше трудится, служение ему хвалят, а меня не замечают. Меня не приветствуют, меня обходят. Есть такие, которые... Один человек, брат, пришел к служителю и говорит, а церковь большая очень. Говорит, все, я решил уходить из церкви. А служитель, а что за причина? Меня здесь не любят. Он говорит, хорошо, давай договоримся, ты уйдешь из церкви, но выполни мою просьбу. Он говорит, какую? После утреннего служения, воскресенье, встань на дверях и со всеми поприветствуйся. А потом можешь уходить из церкви. Не сложно тебе? Да не, не сложно. Ну, хорошо, выполни, а потом подойдешь ко мне. Он после утреннего служения встал в дверях и со всеми поприветствовался. Потом приходит служитель, говорит, нет, я с такой церкви не уйду. Меня все любят. Сколько улыбок, сколько добрых слов я услышал. Братья и сестры, как мы хотим, чтобы нам служили, но не умеем служить ближним. Как мы хотим, чтобы обращали на нас внимание, а не хотим поделиться этим вниманием. А Христ тоже другого характера. Он другого состояния. Научиться любить, научиться служить. И дальше апостол Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вот, братья и сестры, Слово Божие, мы не сможем переоценить его. Этим Словом мы возрождаемся к новой жизни. Этим Словом мы спасаемся. Это Слово дает нам, укрепляет нашу веру, дает нам обетование получать все необходимое для жизни. Это Слово. Если мы пренебрегаем этим Словом, мы теряем спасение. Это однозначно. Если мы не питаем свою душу этим Словом, расти мы духовно не будем. Задать вопрос, какое Слово сегодня вы получили для духовного роста? Какое Слово вы получили от Господа, чтобы очистить своего внутреннего человека? Это немаловажные вопросы, над которыми стоит задумываться каждый день, каждое утро, когда пробуждаемся. О Христе написано такое пророчество. Каждое утро ты пробуждаешь ухо мое, чтобы я был подобно учащимся. Христос, подобно учащемуся, у Отца Своего учится этим словам. Почему? Потому что это Слово живое. Мы должны это поверить. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих. Если мы этому не верим, братья и сестры, мы духовно умрем. Мы расти не будем. Если только мы питаемся этим Словом, мы начнем расти духовно. Начнем размышлять, задавать вопросы и применять в жизни своей это Слово. Только тогда пойдет рост. И об этом Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть пейте это молоко, питайтесь, растите этим молоком. Ребенка попробуй не покормить ночью. Такую истерику закатит, что поднимет всех. Хочешь, не хочешь, вставай, корми его. Вот так полюбить надо Слово, чтобы потребность была. А некоторые говорят, а мне неинтересно Слово читать. Но если неинтересно Слово, значит, какая-то болезнь, инфекция. Значит, какая-то мирская зараза уже попала в тебя. У тебя уже интересы переключились на мир. Ты уже живешь этим миром. Тебе интересно фильм какой-то посмотреть, а это яд. Какую-то видеопродукцию, ролики, час на них потратить. Ну, естественно, а какой будет аппетит духовный, если ты уже плотского человека накормил, а духовный голодный, как те фараоновые коровы тощие, которые вышли из воды. Они готовы все поглощать, что только, что возбуждает интерес. А интерес бывает плотской. И поэтому Петр говорит, возлюбите. Возлюбите, потому что без любви к Слову Божьему не будет роста. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Братья и сестры, мы спасение не получаем, как вот мы совершаем спасение. Некоторые говорят, я получил раз и навсегда, делай, что хочешь, спасен навеки навсегда. Такого нету в Слове Божьем. Для того, чтобы спасаться, нужно усилия предлагать. Нужно усилия. И апостол Петр об этом говорит, прилагая все старание. Покажите вере вашей. И добродетели, и рассудительность, и воздержание, и терпение. Значит, с нашей стороны нужны обязательно усилия. Обязательно. Гантовник говорит, у меня бывает такое состояние, когда вот что-то, какие-то чувства, и вот читать не хочется. И говорит, что я делаю? А я первый псалом вспоминаю. Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит там в собрании развратителей, но будет как дерево посаженное при потоках вод. Я, говорит, беру себя и сажаю при потоках вод. Посадил и читаю. И когда читаю, смотрю, у меня появляется интерес. Беру, говорит, и опять сажаю себя у потоках вод. Братья и сестры, у кого практика такая есть, чтобы сажать себя у потоках вод, чтобы питаться, корни, чтобы были возле этой живительной воды Слова Божьего. Христос, говорит, Иоанна 15,7, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам». Братья и сестры, вы хотели бы, чтобы Бог на все ваши молитвы отвечал? Вот попросили, раз Бог ответил, попросили, раз ответил. Есть два условия. Выполните их, и Бог будет на все ваши молитвы отвечать. Первое, «Прибудьте во мне, Христос говорит, а второе, слова мои в вас прибудут, и тогда просите, что хотите». Прекрасное обетование, да? Проси, что хочешь. Но когда ты прибудешь во Христе, и Слово Его в тебе прибудет, тогда что хочешь, что зря, ты не попросишь. Тогда просьбы твои будут духовные, освященные, угодные Господу, будут на созидание дела Божьего эти просьбы. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». И Иоанна, 14 глава, 23 стих. «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое». Вы хочу, чтобы задумывались. «Кто любит меня, Христос говорит, тот Мое Слово исполнит. Не просто будет слушать, а будет выполнять это Мое Слово». Вы помните, какая первая заповедь Иисуса Христа? Первая и последняя. «Возлюби ближнего твоего Господа и ближнего, как я возлюбил», Христос говорит. Не как самого себя, а Христос говорит, как я возлюбил. Братья и сестры, а как Христос возлюбил весь род человеческий? Умер за грешников. Вот эту любовь нам надо иметь. Эту заповедь выполнить надо. Ближних своих любить с недостатками, с ошибками, с пороками. И Христос говорит, «Если кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот рождение свыше. Дух Святой производит, когда поселяется в нас Духом Святым, когда мы признаем Иисуса своим Спасителем, когда каемся. Вот хочется обратить внимание на еще один признак рождения свыше. Это истинное покаяние. Я когда каялся, ну, по-детски, мое покаяние было в 10 лет, и мое покаяние заключалось в том, что признать, что я грешник, ну, где-то кого-то обманывал, родился в верующей семье, считал, что я такой благочестивый, и искал в себе грехи, за что ж покаяться, а все равно были грехи, которые надо было каяться. Но глубину покаяния я тогда еще не понимал. Это со временем я понял, что такое покаяние. А покаяние, братья и сестры, это не просто признать себя грешником, а Иисуса Христа Спасителем. Это поменять образ мыслей. Это как раз принять нового человека в сердце своем, чтобы мысли начали по-другому, ну, можно сказать, вращаться или думать. Вот что это значит? Ефесянам 4 глава. Перемена образа прежней жизни. Перемена мыслей. Метаноя обозначает. Ефесянам 4 глава, 22-23 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотям, а обновиться духом ума вашего. 22-23 стих. 4 глава, 22-23 стих. Вот хочу обратить внимание на 23 стих. Обновиться духом ума вашего. Вот оно, рождение свыше. Это обновление нашего ума. Рассказывают из одного человека, очень грубый, резкий. И жена его уверовала в Иисуса Христа. А он такой боевой, говорит, да я пойду всех там верующих разгоню. Куда они тебя? Затянули все, кто какую-то взял сани, сел на лошадь, бросил там топор. Вот. И поехал на свои брички туда, в село, в другое. Заходит в собрание, сел, начал слушать Слово Божие. А Слово Божие коснулось его. А по дороге, говорит, во мне такая ярость была. Я заехал в лес, привязал лошадь, и начал по морде бить ее. Лошадь бить по морде. Такая гнев такой. Что такое, чтобы на ком-то согнать. А потом, когда приехал в церковь, сел на заднюю лавочку, сидит, слушает. И Слово Божие коснулось его. Об Иисусе Христе распятом говорили, о любви Божией. И он вышел, покаялся. Покаялся. Господи, прости меня, грешника. И Бог такую перемену в нем сделал, что, говорит, я еду назад, еду назад, а меня такая радость приполняет, такая любовь. Я, говорит, заезжаю в этот лес, привязываю лошадь, а она уже морду отворачивает. А я, говорит, обнимаю и целую ее. Я, говорит, не могу, такие чувства меня переполняют новые, что я готов и лошадь целовать. Я, говорит, приезжаю домой, дети попрятались, все, жена убежала. Я, говорю, детки, я новый человек, не бойтесь, выходите. Они смотрят с под кроватей, кто такой, папа пришел. Я, говорит, другой человек. Обнял их, расцеловал. Говорит, новая жизнь начинается. Братья и сестры, перемена образа мыслей, новое сердце. И об этом апостол Павел пишет. Римлянам также, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь секом сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот что должно. Переменить мысли, чтобы не было мыслей кого-то судить, с кем-то враждовать, против кого-то замышлять. Эти все мысли надо удалить из сердца. Должны мысли идти любовные. Как сделать человеку добро? Как помочь ему? 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Вот наш дух, внутреннее сердце, наше состояние. Очистить надо мысли, чувства очистить, удалить. Все это действие Духа Святого происходит. Вы помните, когда не приняли учеников в Самарии, они приходят и говорят, разреши мы огонь сведем. А Христос им говорит, вы не знаете, какого Духа. Я пришел же не губить, а пришел спасать. Вот так он корректировал дух учеников, очищал их словом своим. Братья и сестры, какого мы Духа? Если Дух Святой у нас живет, мы никогда не будем зла ближним желать. Мы будем молиться за врагов наших, благословлять проклинающих нас. Римлянам, 8 глава, 6 стих. Плотские помышления – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вот опять о мыслях наших. У нас остается ветхая природа, мы никуда ее не денем. Она до дня смерти будет палки в колеса нам ставить, будет претендовать. Она подстраивается под святость. Она хочет доброй быть. Особенно добрыми, говорят, становятся перед браком. Так хотят понравиться друг другу, так угодить, так вот ласковые слова говорят. А потом в брак вступили, какие есть, такие есть. А почему? Плоть так подстраивается, чтобы только добро о нем подумали. Вот. Оказывается, плоть может подстраиваться под святого человека. Может добродетель делать, но цель корыстная, мотивация не та. Братья и сестры, будем проверять мотивы наши, что исходит из нас. Добрые мотивы, бескорыстные, любить, служить ближним, или же корысть какая-то. Хочу подчеркнуть, что плотские помышления – это смерть. Если мы плотски мыслим, враждуем с кем-то, мы можем умереть духовно. Дух Святой может покинуть нас. Мы не будем духовно расти. Это опасность, братья и сестры. Филиппийцам 4 глава, 6-8 стих. Здесь так говорится. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот где наши должны мысли быть. Помышления наши во Христе, чтобы все было продиктовано угодно Богу, о чем я думаю, или нет. Когда мы что-то смотрим, когда мы перед зеркалом стоим, когда мы наряжаемся, когда мы берем что-то на себя там, Господи, это Тебе угодно. Ты этим прославишься или нет. Вот мысли наши. Надо проверять, братья и сестры. И дальше апостол Павел пишет, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и их похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами, Бог будет в вас, когда мысли чистые будут». Очень важно проверить всю прошлую свою жизнь, если были оккультные дела и какие-то мерзкие поступки, о которых совесть осуждает нас. Вы знаете, я встречал верующих, которые уже члены церкви, и они подвержены суевериям. Кошка перебежала, «Ой, не ходи, надо постучать там, поплевать через плечо». И это члены церкви. И они не оставили эти бабьи басни или дьявольские эти выдумки. Они верят дьяволу, что кошка бегает туда-сюда, черная, хоть их десять пусть бегает. Не надо этому верить. Идите с верой в Господа. Не надо обращать внимание на какие-то приметы. «Кукушка» или «Ромашка», сколько лет или кто-то мне попадется. Гаданий никакие. Нужно все это оставить, раскаяться перед Богом и очистить все это из прошлого. Через исповедания. Бывает, некоторые верующие смотрят фильмы оккультные или фильмы ужасов, братья и сестры. Но если питать себя таким, бывают просто фильмы смотрят, голливудские. А голливудские фильмы, сам автор этих Голливуда, он говорит, если в фильме не будет убийства и бесовщины, разврата, это пресный фильм, его смотреть никто не будет. Для того, чтобы люди смотрели, там нужно, чтобы разврат был и убийство. Их верующие питаются этими фильмами. О каком духовном росте можно говорить, что человек будет духовно расти? Конечно же, он убивает духовного человека всем этим. Поэтому очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Вот это любовь к Слову Божьему, любовь к Иисусу Христу, любовь к ближним, братья и сестры. Слово Божие говорит Колоссянам 3, 12, 14. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство. 1 Иоанна 4, 20. Кто говорит, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Вот проверить себя. Если у меня неприязнь, ненависть к брату, а я говорю, «А я Бога люблю», не обманывайся, ты лжешь. Не может такого быть, чтобы ты Бога любил, а брата ненавидел. Это исключено. Любящий Бога должен любить и брата своего. И последнее, что нужно правильно отношение к Духу Святому. Тот, который в нас живет, Ефесянам 4, глава 30, 32 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крики злоречия со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вы знаете, вот детки маленькие, когда спят, бывает, я наблюдал, у нас много деток с мамой, и бывает, проснется и сразу рукой так раз-раз, ага, мама на месте, все, дальше спит. Опять раз, ага, на месте. Только нету сразу, раз-раз в глазах, где мама делась. Вы знаете, я где-то прообраз беру. Вот мы, как верующие, мы должны всегда, вот Дух Святой во мне, или же я имею с Ним общение. Он не огорченный мною. Почему? Потому что написано, Духа не угошайте. Исполняйтесь, Духом Святым написано. Бог нам дал Духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия. Вот такого Духа Он нам дал. Все, вводимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот смотрите, сколько написано о Духе Святом. Я извиняюсь, сильно много текстов Писания, и я переживаю, что у вас уже, может быть, не все поместится, вот, не все, может быть, так воспринимется. Вот, братья и сестры, как бы хотелось, как бы хотелось, чтобы мы духовно росли. Апостол Павел посетил Коринфскую церковь и говорит, братья, я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими. По какому признаку он определил, духовные ли плотские? По плодам. Он посмотрел, пообщался с ними, и говорит, братья и сестры, вы плотские, между вами ссоры, разногласия, споры. Это плотское проявление. Подражание миру, похоти плотские. Я не мог с вами, братья, говорить, как с духовными, но как с плотскими. Братья и сестры, если бы апостол Павел пришел сегодня в нашу церковь, здесь, в поместную, с каждым из нас пообщался, какую бы характеристику он дал лично нам, какие мы с вами. Но давайте не звать апостола Павла, а станем лично перед Богом и сами себе дадим отчет, кто мы по природе, плотские или духовные. Побеждаем ли мы духом плоть или плоть побеждает наш дух? Угождаем ли мы Богу? Живем ли по слову? Есть ли у нас желание изучать и жить по слову Божьему? Все это не праздные вопросы. Да благословит нас Господь, чтобы мы были думающими, чтобы мы были исполнителями слова, а не слышателями, забывчивыми, чтобы имя Святого Бога, Которому мы поверили, всемогущего Бога, чтобы Дух Святой жил в нас и действовал через нас. Ему слава за все. Аминь. Стою щенку, а Христа, касается, и она восторжена поем, ведь еще одна на свет остается, бездоком ПЕСНЯ 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 Не умолкайте, пример в молитве нет, просите и получайте от Господа ответ. Молитва Богом дана, и так нужна нам она, молитва, молитва, молитва Богом дана, и так нужна нам она. Молитва нам дана. Молитва 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 Приветствую вас, братья и сестры. Я сегодня хотел говорить первым, но решили иначе. И я бы хотел сегодня поговорить на очередную тему, которая есть в Священном Писании. И мы начнем наше рассуждение с 1-го послания Петра, 3-й главы, с 9-го стиха. Но прежде чем мы будем говорить на эту тему, я бы хотел рассказать одну историю, которая случилась с одним проповедником, который очень долго ездил в село. И это село было, знаете, вот он приезжает, проповедует, а церковь постоянно с унылым лицом сидит и слушает то, о чем он говорит. Почему? Потому что все были задавлены заботами, проблемами, трудностями. Имя этого человека Виталик Семенюк, некоторые из переселенцев знают его прекрасно. И он рассказывает такую историю. Я думал, как же вот им донести Слово Божье, чтобы взбодрить их? И он говорит, я придумал такой прием, метод. Я приехал и начал говорить о похоронах надвигающихся, о смерти, о том, что эту сестру мы все очень любили, но она умерла. А представьте себе это село, бабушки, где все друг друга знают поименно и даже кто когда ходил полоть, в какое время и когда вернулся. И вот они сидят, шепчутся между собой и говорят, кто же умер? Ну кто же умер? И уже не выдержали, задали ему вопрос, а кто умер-то? Он говорит, сестра радость умерла. Ну и все поняли, к чему он это. Так вот, я сегодня хотел бы поговорить вместе с вами о предлежащей нам с вами радости. Но мы начнем из послания Петра, первого послания Петра, простите, второй главы, не третьей, второй главы, я чуть-чуть неправильно записал. Второй главы, девятого стиха. Здесь есть одно очень интересное слово, и мы будем отсюда рассуждать. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы обратим внимание сегодня на вот это слово «возвещать совершенство». Скажите, какие преимущества, может быть, более современным словом, или совершенства мы знаем сегодня о нашем Боге? Я уточню, может быть, вопрос. Какие черты характера вы знаете о Боге? Может быть, дети нам сегодня помогут и скажут, что вы знаете о Боге, какими качествами обладает Бог? О чем вас, чему учат вас в воскресной школе? Я их себе начал выписывать, эти качества, и я понял, что надо останавливаться. Они, правда, часто взаимозаменяемы, использованы разными словами – терпение, долготерпение, милосердие. Дети, какие еще качества вы знаете? Может быть, взрослые нам помогут? Чем обладает наш Бог? Какими качествами? Почему мы вместе с Ним сегодня? А такой, как святой, Бог-ревнитель, всемогущий, вездесущий. Знаете, обратите внимание, что на самом деле я задался таким вопросом, как же я могу сегодня хвалить Бога, и легко ли мне это сегодня делать? Ну вот, сколько времени я могу молиться молитвой прославления, поклонения, хвалебной молитвой? Сколько я могу это делать? Знаете, я заметил, что очень узкий отрезок времени или объема от содержания содержит вот этот момент поклонения, момент хвалы. В большей степени это, что он щедрый, да, то есть по отношению ко мне, потому что я нуждаюсь в благословениях, то, что он многомилующий, долготерпеливый, и все вот эти факторы, они нам намного ближе. Но Бог зачастую проявляет себя и в другой сфере, с другими качествами, такими, как «я Бог ревнитель». А к чему он ревнует? К нам, к нашему времени, к нашему посвящению, к нашему вниманию. Он жаждет наше внимание. Знаете, когда мы... Уже много было примеров, много сказанного, и я хотел постараться бы, чтобы мое слово, которое, я надеюсь, от Бога, являлось, знаете, неким десертом сегодня, потому что уже мясо было, салатик мы тоже получили, и я бы хотел, чтобы мы просто подумали о той радости, которую Бог предлагает нам в пользование, чтобы, знаете, одним из факторов или качеств, или сторон возрожденного человека является также предлежащая или присущая ему радость. Обратите внимание на библейских персонажей, к которым мы еще, может быть, где-то возвратимся, что никто из них не паниковал, не унывал от житейских проблем, которые, знаете, наваливались на этого человека. Мы находим, что они, наоборот, благодушевствовали в этой ситуации. Павел тоже пользуется этим словом, но мы, говорит, благодушевствовали, мы, говорит, находили в себе силы, Бог их посылал. Итак, давайте мы сейчас тоже придем к вот этим моментам, которые будут отражать нам совершенство и величие нашего Бога. Я бы хотел прочесть, чтобы не быть голословным, Псалом 102. И обращайте внимание, я упустил этот момент, обратите внимание, что каждый из нас ввиду нашего с вами познания Бога выделяет свою грань Бога, которую Он познал, долготерпелив по отношению ко мне, щедрый, милостивый. Но я хотел бы сегодня еще показать другие грани, которые мы зачастую не озвучиваем или не хотим видеть. И вот, смотрите, познание Давида, Псалом 102, это Псалом Давида, и здесь Он говорит о своем познании, как Он познал Бога, каким Он открылся Ему. Я некоторые места, может быть, буду пропускать, но если вы хотите, следите или откройте Библию, или высвечивайте, как вам будет угодно. Он говорит, в первую очередь, что Он говорит? Благослови, душа моя Господа. Он не перечисляет качества. Он призывает свою душу хвалить, благословить Бога, чтобы как-то, знаете, воздать Ему какую-то частицу той благодарности, которую Он заслуживает. И потом Он указывает, почему. Душа Его должна хвалить Бога. И Он говорит, благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Пока до этого места. Знаете, очень хорошо, приятно, легко читать подобные слова, сидя в зале, где хорошо, комфортно, ну, честно, немножко холодно. Очень легко это делать. Тяжелее, когда первые дни, когда к нам пришли, началась оккупация. Я всегда провожу параллели. Так проще понимать. Знаете, лица у всех были депрессивные, все были унылые, все были в недоумении, что делать дальше. Знаете, сегодня часть людей живет в этом постоянно. Многие люди живут вот в этой депрессии и унынии, и они находят в себе силы, как мы видим, по некоторым людям, чтобы их душа благословляла Бога. Задайте себе вопрос, что сегодня мне мешает благодарить Бога, славить, словословить? Читаем дальше. Знаете, этот псалом очень хорош к теме праздника Жатвы. Насыщает благами желание Твое. Обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Смотрите, сколько качеств Он перечисляет. Сколько граней характера Бога Он перечисляет. И Он говорит, что это мой Бог. Я таким Его познал. И знаете, я бы мог бы дальше, дальше, дальше еще читать о вот этих хороших качествах, которыми обладает Бог, которые нам приятны. Но я бы хотел обратить наше внимание и на другого человека, познания которого выражены другими словами. Книга Иова, 5 глава, 18 стих. Он тоже благодарил Бога в тех тяжелых обстоятельствах, которые у Него были. И вот смотрите, познание Иова, которое Он познал. Знаете, мы тоже иногда проходим этим путем. 5 глава, 18 стих. Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют. Скажите, как это может сегодня сочетаться с Его долготерпением и милосердием? Неужели долготерпение Божье закончилось или прекратилось? Почему в Его характере наряду с долготерпением присутствует вот эта грань или черта Его характера как наказывающий, как причиняющий раны? Братья и сестры, вы получали раны от Бога? Громкие, может быть, слова. Писание немножко по-другому это характеризует. Но Иов познал Бога и предлагает нам сегодня свою историю, предлагает свою историю. Он показывает эту грань и говорит, что это Он. Но если мы копнемся глубже, мы найдем, что это не Он. Да, Он допустил, Он позволил, Он разрешил. Мы как родители, дети, скажите, ваши родители вас любят? Отвлекитесь чуть-чуть от ваших дел. Ваши родители вас любят, дети? А они на вас наказывают? Так они вас любят или наказывают? Или в любви наказание? Или в наказании любовь? Что происходит? А какая грань характера ваших родителей вам больше нравится? Когда они вас наказывают или когда любят? А почему? А как вы думаете, какая черта вашего характера больше нравится вашим родителям? Когда вы их слушаете, и они вас за это не наказывают? Или когда вы их не слушаете, и они вас наказывают? Каково родителям наказывать? Тяжело, да. Так вот, Иов открывает нам такую мысль, что он же и врачует. Знаете, пророк Аввакум никогда сказал такие слова, и я уже говорил, что это очень высокий духовный уровень человека, который может согласиться с подобным, который может в своей жизни позволить подобному случиться. Он говорит такие слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». У нас приближается праздник жатвы, и я верю в то, что если Бог продлит жизнь, то здесь будет целая грядка овощей, фруктов и многого-многого. Но представьте себе год, в который ничего не уродило, и нам нечего было бы принести. Мы бы отменили день благодарения, ну, праздник жатвы, как вы думаете? Знаете, осталось бы слово, я думаю, осталась бы вода, то есть осталось бы над чем помолиться, за что поблагодарить. Я все это говорю к тому, чтобы мы сегодня немножко задумались о том, за что же мне есть сегодня поблагодарить Бога. За то, что я могу прийти домой, может быть, не в свой, но домой. За то, что я могу сесть покушать, лечь в постель. Многие люди этого не имеют, не обладают, а мы воспринимаем это как должное и считаем, что а не за что уже благодарить. Итак, я бы хотел, чтобы мы сегодня задумались о том, также, что когда мы придем на небеса, то вот этот наш с вами обыденный быт и все, с чем мы сегодня связаны, то, что мешает нам идти, то, что мешает нам делать правильную оценку ценностей, потому что многое второстепенное занимает место первого, мы задумались о том, что же мы будем делать на небесах. Скажу, оговорюсь сразу, об этом очень мало написано, и есть только малые места, которые говорят о какой-то части, что мы будем делать. Итак, братья и сестры, что же мы там будем делать? А что еще мы будем делать? Согласен. И знаете, правильно, еще общаться. Это отдельная тема, мы когда-нибудь, может быть, поговорим об этих двух жертвах, жертвы общительности и благодарения, которые не нужно забывать. Что? Удивляться будем, что он совершил, да? Это еще отдельная тема. Я бы хотел прочесть из Откровения 19 главы. Знаете, у меня когда готовил эту тему, у меня было много сценариев, как ее преподнести. Но я выбрал уже вот этот, более легкий способ, поскольку основная масса уже была. Я бы хотел прочесть 19 главу тоже выборочно. И здесь мы читаем такие слова. Это Иоанн в духе. Обратите внимание, вот мы сегодня пришли, тоже еще, поскольку мы уже затрагиваем Иоанна, пришли в собрание, в Дом Божий. Многие люди, как Симеон, они были влекомы, да? То есть, они по вдохновению. Иоанн идет дальше, говорит, «Я был в духе в день воскресный». То есть, что-то мирское было на втором плане. То есть, пришло время, как говорил пророк, не носите бремен ваших в день какой? Субботний. Не носите. Не приносите эти бремена сюда. Оставьте их за дверями. И вот он, видя в духе все то, что нас еще только будет ожидать, он говорит такие слова. «После сего услышал я после сего услышал я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» Спасение и слава и честь и сила Господу нашему». Вы видите в этих словах «Господи, помилуй! Господи, продли жизнь! Господи, помоги! Господи, еще что-либо сделай!» Все это уже ушло, отошло на второй план. И знаете, многие молитвы вдохновенные, которые описаны после определенных событий героев веры, они именно такие. Они именно вдохновленные Богом хвалить Его, не просить, не что-то перечислять, не о чем-то земном говорить, но вот именно хвалить достойную хвалою. Дело в том, что Бог достоин этой хвалы. Мы сейчас еще подумаем, поговорим о том, как я могу прославить Бога на этой земле. Время еще чуть-чуть позволяет. И посмотрите, что пишется дальше. Пятый стих. «И голос от престола и шел говорящий», как повеление, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». Седьмой стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Опять звучит призыв. «Воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнса, и жена приготовила себя». Это уже именно те события, когда будет переселение. Итак, я постарался вкратце, хотя я еще раз подчеркну эту мысль, что говорить о гранях характера Бога можно очень долго. Можно каждую историю сегодня брать, читать, и мы увидим характер Бога. Я бы хотел еще отметить один характер или черту Божью, где Бог, Христос сказал «Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Наряду со своим всемогуществом, всеведущностью, законодательством, будучи творцом, Он говорит «Я кроток и смирен». Знаете, как... Ладно, учение отложим, не будем об этом. Итак, я бы хотел, чтобы мы еще рассмотрели несколько примеров перед нашей молитвой и подумали о том, как я могу сегодня или чем я могу сегодня прославить Бога на земле. Скажите, тем, что я вышел сегодня и говорю слово, я его прославляю? Вот именно этой проповедью, да. Когда я выхожу или кто-то выходит и поет, он прославляет Бога? Да. А когда я живу и на меня обращают внимание окружающие, я прославляю или имя Божье хулиться у язычников? Смотря как жить, да. То есть, мы приходим к выводу, что нашим с вами хождением повседневным, хождением в послушании или в непослушании мы можем либо прославлять хождением своим, либо хулить имя Божье. Обратите внимание на эту мысль, и мы сейчас будем ее дальше развивать. Я бы хотел ее развить на основании примеров библейских персонажей, которые своей жизнью, вот тем, что они познали Бога, были с Ним во взаимоотношениях, прославили Его имя перед другими людьми. И вот смотрите, один из персонажей это книга Бытие, 41 глава, персонаж Иосиф. Скажите, в бытность Иосифа существовало ли вернейшее пророческое слово, то есть, книга Библия или Тора хотя бы маломальска, что-то было? Мы говорим сегодня, что нет, но какое-то откровение от Бога было, когда мы читаем некоторые истории, которые связаны, мы находим, что вот откуда-то было у людей познание о Боге. И вот смотрите, как он прославил Бога. Есть два таких персонажа, мы, я думаю, к каждому из них подойдем. И вы знаете, что его братья продали, попав в чужую страну, он был оклеветан, за что был посажен в темницу, просидел там более десяти лет, его выводят к фараону. Скажите, сегодня вот лично вы, как бы отнеслись к этим людям, которые с вами вот так вот обошлись? Ну, кем бы вы себе считали вот этот местность, этот народ, этого царя, который с вами так обошелся, он, не было правосудия фактически, как бы вы отнеслись? Ну, как к друзьям или как к врагам? Неизвестно. Я думаю, что как к врагам, да? Но смотрите, что делает этот человек. Когда с фараону эта история о том, у нас мало времени, мы не будем во все прям конкретно вникать, с фараону снились сны, никто не смог их растолковать, один из сидевших с Иосифом вспомнил, что есть такой человек, который может, его позвали, помыли, знаете, вы сегодня можете прийти и всегда покупаться, но Иосифа пришлось помыть. Его помыли, переодели в чистую одежду, вы сегодня тоже открываете шкаф и можете выбрать себе наряд. Его побрили, подстригли и уже чистым представили перед фараоном. И вот смотрите, что делает этот человек. Он объясняет сон, он истолковывает и он дает советы этому человеку. Он всячески с неким, знаете, таким человеколюбием и расположением относится к людям, которые, казалось бы, не заслуживают этого. И его состояние, даже там, находясь в темнице, было настолько правильным, что его поставили управляющим. То есть, он заслуживал этого места и увидели в нем это качество. Знаете, мы тоже отображая Христа здесь на земле, должны обрести эти качества, получить эти качества характера, чтобы они были отображением Христа на земле. Этим мы можем прославить Бога. И вот он говорит, смотрите, он объясняет, а что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие. Скажите, на что обращает здесь внимание Иосиф и утверждает, что это Слово Божье? На сон. Скажите, мы сегодня можем расценивать сон как Слово Божье? Нет, не можем. Знаете, почему? Потому что сегодня уже есть это вернейшее пророческое Слово. Мы уже не можем этому доверять. И Бог говорил, что рассказывайте это как сны, а не как Слово от меня. Но Иосиф ввиду того времени и ввиду того познания о Боге, он говорит, что это значит, что сие истина Слово Божие, так как это дважды, вот это суть, о которой говорилось, дважды было сказано фараону. И смотрите, как фараон, кем фараон видел перед собой этого Иосифа. 38 стих. И сказал фараон слугам своим. Или давайте, наверное, чуть выше для понимания. 33 стих. И ныне даусмотрит фараон мужа разумного. Он дает совет, что нужно усмотреть человека и дает план к действию. Что делает фараон? Он уже усмотрел в Иосифе, потому что он говорит и сказал фараон слугам своим. Найдем ли мы такого, как он, человек, в котором был бы Дух Божий? Он усмотрел в нем Божий Дух. Знаете, мне здесь очень интересен тот момент, что Иосиф не переадресовывает вот эту славу от себя к Богу. Нас сегодня часто славят и прославляют за какое-то мелкое дело, которое мы совершили, доброе, хорошее. Я бы хотел подчеркнуть ту мысль, что не присваивайте себе эту славу, а переадресовывайте ее дальше. Это тоже очень важный момент. Смотрите, следующий персонаж, который также растолковывал сны, книга Даниила, вторая глава. Мы здесь находим, что Даниил, отвечая царю, говорит такие слова. Я бы хотел читать вторую главу, только тридцатый стих. Я думаю, мы все здесь люди верующие, знаем эти истории, нет нужды их перечитывать постоянно, а будем брать только основные моменты. Он говорит, «А мне тайна сия открыта, не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Если читать 27 стиха, то здесь мы находим в контексте истержни этого стиха, он говорит, «Но есть на небесах Бог, который открывает тайны». Он переадресовывает свои способности, Даниил, переадресовывает свои способности, знания и мудрость на Бога. Он говорит, что Бог дал это мне, и это не мое. Он говорит, «И я не потому самый мудрый, но лишь только потому, что Бог мне это дал». Павел говорит, что благодать, впрочем, не я потрудился, но кто? Благодать. Не я потрудился, хотя мы знаем, что все эти дела, действия совершались руками Павла, но лишь при содействии благодати Божьей, и никак иначе. И вот здесь тоже открывается одна из граней характера Бога. 29 стих «открывающий тайны». Знаете, и какую бы историю сегодня мы не брали из Священного Писания, мы везде найдем какую-то грань, черту характера Бога. Мы увидим Бога с новой стороны. Вот в чем Он проявляет себя, в человеколюбии, в милосердии, в щедрости, в долготерпении. И этот перечень, список, он очень длинный. Его тоже можно классифицировать на то, что относится к нам, и то, что является преагритивой только Бога. И вот смотрите, я бы хотел обратить внимание еще на одну личность, на личности Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, в первосвященнической молитве. Смотрите, как Бог, или Бога-человек, будучи здесь, на земле, говорит о свершении своей цели, которая была возложена на него. Это знаменитый стих, 4-й. Он говорит, «Я прославил тебя на земле». В послании к римлянам, 2-й главе, 24-м стихом, там написано, что посему имя Божье хулится у язычников. А чуть выше говорится, ты называешь себя иудеем, но что ты делаешь? И там идет перечень. Проповедуя не красть, крадешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. И там перечень. Если хотите, прочтите. Но Христос говорит о себе, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как вы думаете, братья и сестры, какое дело Бог поручил сегодня нам здесь на земле исполнить? Вот в свете наших с вами сегодня рассуждений. Рассуждений радости и хвалы по отношению к Богу. Мы должны прославить имя Божье на земле. В нашей семье, среди наших соседей, просто среди окружающих нас людей. Эта тема очень большая, но время нас уже поджимает. Я бы хотел закончить наше с вами рассуждение еще одним стихом из книги Псалмов. Здесь автор не говорит, об авторе не говорится и не говорится, кто имеет такие познания. Но он сказал такие слова. 117 Псалом, 24 стих. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный». Давайте и мы сегодня возрадуемся и возвеселимся. И вот это радостное и благодарное сердце сможет воздавать радостные и благодарственные молитвы Богу Иисусу Христу. Аминь. Помолимся. Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисусу Христу. Субтитры подогнали Симон. 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 Сестра Лиса, пожалуйста, поделитесь благословениями. Она скажет на английском. Я переведу. Субтитры подогнали Симон. 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 for a couple three days and then I went to the rumorosa little cities in there that I know a couple bodies there a couple churches and I talked to the brothers they got gathered together there and all my missions from the beginning because I told I might not be able to make it one more time it took me a couple days it took me three days just not too far from the place I was staying then I went to Ojos Negros and I talked to the brother and sister there which is Kimberly I don't know the brother's name I know but I don't remember and I done the same thing and she remembers me and she remembers how that I talked to some of the young sisters and some of the young brothers we can't think that we have authority over all men just because we are serving God because we are equal and no matter what position we got nobody is higher one to another that's how I do believe and that's how I read it so I didn't make it to San Felipe or the other place but I took I called brother Abel that if he wanted to come and we can gather in Ojos Negros we could but evidently he didn't have no time after that day that I went and fulfilled Ojos Negros Brother Fedor called me and requested see if I'd be able to find this brother named Ramon and it was on Friday so I called the number that he gave me and I tried to I called Ojos Negros see if they can give me some kind of information if they know him and I didn't get a hold of nobody and the following week I called brother Abel see if he knew anything about it and he gave me a number and still the number was no no right number but nevertheless I went to the last weekend before I left and I spent those two days which it was Saturday and Sunday I went to a few churches there they don't know anything about him I couldn't find the brother they're supposed to be in Rosalito and I didn't have his number but anyway I tried to get a hold of him but like I said it's hard to get a hold of anybody in Tijuana to try and find anything when we get a hold of brothers we need address and we need phone numbers but nevertheless I that was my job that I had in mind to do I didn't fulfill the one the brother he don't ask me to find the brother I couldn't find him so I got back last night and everything far as I know wouldn't find and I'm still up and about and I thank the Lord and I thank you brothers for your prayers that I might be in your mind and that I might be able that God continue with me that may end come I ask her for your prayers and that's all I got to sit and pray for me and my prayers for you Amen thank you brothers and sisters sestra Alisa рассказала немножко в деталях путешествия которые она отправлялась но как я раньше говорил вам уже сестра Alisa она родилась в Мексике и всю жизнь прожила здесь в Америке и всю свою жизнь их семья посвятила служению миссионерскому и они посещали почти каждый год Мексику они зарабатывали здесь деньги и везли туда основывая там церкви помогая нуждающимся братьям и сестрам несколько лет она не ездила она была больна с нами она ездила в несколько поездок когда мы ездили она присутствовала с нами помогала нам в поездках этих а сейчас она сама поехала некого было с ней поехать из нас и она поехала сама вот в ее годы в ее здоровье она почувствовала себя лучше Бог ей дал сил здоровье вот и она смогла поехать мы участвовали материально помогали ей вот на дорогу дать ей и там чтобы она там могла послужить она посетила вот те церкви где она смогла она далеко не ехала вот но здесь возле границы где посещала она со своим мужем покойным те церкви и также те церкви где мы вот были где мы трудились работали где мы строили дома молитвы она их посещала она не была на всех собраниях но некоторые она не могла найти братьев и сестер видела только дома молитвы где-то она посещала беседовала поддерживала их объясняла им о служении вот и об жертвенности которую должны иметь христиане она очень благодарит за участие братьев и сестер за материальное служение за средства чтобы помогали и за всю поддержку что она вот получила она благодарит Бога и особенно за храну Божью которую она вот пережила в дороге в этом пути поэтому прославим Господа вот вы можете поприветствовать сегодня ее вот и ближе узнать братья кто вот сестры были с нами ездили знаете места вот она конечно может вам подробнее рассказать вот о тех людях о тех местах вот где мы когда-то были вот и вы все были участниками этого служения которое мы вот совершаем совершали вот ездили туда вот помочь там братья и сестры собрание сегодня вечером будет на 6 часов вечера на неделю у нас собрание здесь в пятницу на 7 часов у нас будет молитва о семьях о родственниках о неспасенных родственниках и также у нас будет изучение Слова Божия мы изучаем сейчас деяния святых апостолов 8 глава будем читать рассуждать вот и использовать это время для того чтобы нам поделиться благословениями которыми сказал нам Бог и особенно о том чтобы наши дети полюбили Слово Божие могли понимать его чтобы оно могло открываться и для них для этого друзья мы проводим эти собрания чтобы нам поменяться поделиться благословениями и помочь расти другим братья и сестры потом у нас будет следующее воскресенье а у нас я извиняюсь в понедельник у нас здесь будет служение на 12 часов вот завтра будет здесь похороны похороны по смерти Ивана Митрофановича Устенко и вся семья соберется здесь родственники и мы все приглашаемся будем участниками в нашей церкви братья и сестры есть такое вот устройство мы стараемся помочь сделать сбор материальный нуждам вот наших членов церкви отец Иван Митрофанович является отцом нескольких членов нашей церкви и родственникам у него здесь дети зятя внуки вот и поэтому мы на следующий воскресенье сделаем сбор у нас будет два сбора один сбор на нужды помешанной церкви и второй сбор будет для этой семьи на нужды которые они имеют в связи с похоронами друзья такое будет объявление на следующую неделю если есть у вас нужды или благодарности пожалуйста братислав я благодарю Богу я не во с вами слава ему и Богу Бог в Мерсей и слава ему за все и тоже командир я два сына комитет на остатки в угрыне и прошу вас на все мы это и все все на все и еще одна но я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У сестры есть сирота, да, 10 лет, я так понял, да, она возле ней ухаживает, так понял, да, вот, поэтому мы просим, вот, они просят помолиться, друзья, иметь это в виду, вот, помнить об этом и молиться об этой нужде. Вот, у брата есть два сына, которые оставили в собрании, и его сестра имеет сироту. Такая, друзья, просьба, вот, будем в этом помнить. Еще, друзья, может быть, просьба есть или объявление, заявление? Я хотел еще немножко короткое объявление сделать, чтобы, особенно это касается родителей, лето уже закончилось, у детей уже школа началась, у нас тоже будет начинаться воскресная школа для детей на следующей неделе со вторника. Поэтому, пожалуйста, родители, следите на вайбер-группах, там мы будем уже более конкретно все выставлять. Значит, вот вторник, да, после датора, да? На следующей неделе во вторник. После датора, да? Получается, да? Хорошо. Друзья, у нас также на этой неделе есть именинники. Будет воскресная школа начинаться со вторника, поэтому вот, просьба родителям бодрствовать, помните об этом. У нас есть именинники, мы их всегда сердечно поздравляем. На этой неделе и сегодня день рождения у нашей сестры Юлии Ивановны Константиновой. Вот, мы попросим вас пройти вперед, мы хотим вас поздравить сегодня, особенно. Почему? Потому что сестра Юлии сегодня 85 лет, это юбилей. У нас такое согласие поздравлять. Также на этой неделе день рождения у Агошкова Саши, у Агошковой Нади. Всегда проходите вперед, чтобы мы вас видели. Вам тяжело? А, вам руку. Пожалуйста, сейчас я дочитаю. У Агошковой Нади день рождения, у Дятченко Марии, у Маши, у Шиповской Наташи и Шиповского Андрея. Мы дарим от церкви цветы нашей дорогой сестре Юлии Ивановне и благодарим Бога за вас, за то, что вы с нами. За то, что Бог дал вам жизнь, здоровье, дал вам доброе сердце, которое расположено трудиться для Господа. Она ищет все возможности прославить Бога. Она очень много трудится и трудилась в Украине, когда жила, в Мариуполе, и здесь, как мы знаем ее, она не упускает возможности послужить Господу, послужить народу Божию, святым. Вот, поэтому мы желаем, чтобы и дальше вы совершали служение, и ваши зрелые годы, как Библия называет старостью, были сочными и плодовитыми. 85 лет. 85 лет. Может, вы скажете что-то во славу Божию? Порядите сюда, к микрофону. Тетя Юля, пожалуйста. Я благодарю Господа. С детства нас вел, хоть мы были сироты, у нас в маме было пятеро детей, но Бог нас никогда не оставлял. И все, мама наша пела, псалом, не унывай. И по дороге испытания поведу тебя вперед, поведу тебя вперед. И, Господи, я покаялась, конечно, в 16 лет там в Запорожской области, Владимировка. Потом нам крещение не пропадали, потому что такое было время, что молодым мне не давали крещение. А тогда, Господь, я уехала в Мариуполь, и там прожила 57 лет и приняла крещение. Мне 25 лет, правда, уже была замужем, и муж у меня тоже верующий был. И я благодарю и славлю Господа, что Он меня никогда не оставлял. И верю, что Он меня оставит, но доведешь до назначенной цели, куда стремится душа моей вечной обители. И верю, что мои все, Господи, близкие придут в покаяние. Только Богу слава, честь и поклонение. Аминь. Аминь. Вы сейчас помолитесь, вы не уходите далеко. Мы когда сейчас встанем, вы тоже еще помолитесь. Братья и сестры, за передные приветствия мы, вставшие, сердечно благодарим. Взаимно передавать просим. Помолитесь, я закончу собрание. Всемогущий и правильный Господь, славлю Тебя, величаю Тебя, что Ты, Господи, возлюбил нас всех вечную любовью, а поэтому простер свое благоволение. Благодарю Тебя. Ты с юных лет и до старости ведешь меня. Благодарность Тебя, честь Тебе, поклонение. Благослови, Господь, все мои нужды, все заботы. Я все возлагаю на Тебя, бы ты печешься, на славу Тебе, дорогой Попечитель и Хатай. Благослови нашу церковь. За все Тебя славлю, величаю за Твою великую милость и любовь. Аминь. Аминь. Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас по этой жизни. И, Господи, Ты хочешь пользоваться нами для славы Твоей через нас, чтобы имя Тебя прославлялось. Господь, мы очень благодарим Тебя за сестру нашу Юлю, Юлию Ивановну, тетю мою нашу. Господь, за то, что Ты дал ей такое упование на Тебя, рождение свыше, и она любит Тебя всю свою жизнь, проживши нелегкую жизнь, жив вдовы, Господь. И Ты благословил ее обильно, Господи, вот именно в этом уповании, в этом примере веры и твердости Духа, Господи. Для нас она является образцом. Слава Тебе, Господи, за ее жизнь, за здоровье ее, за ее любовь и усердие, Господи. Да будет Тебе, Господу, слава. Храни ее дальше, Господи, на дальнейшую жизнь, Господи, сколько Ты позволишь ей жить, чтобы и дальше она прославляла Тебя через те силы и возможности, которые у нее есть. Господи, Ты знаешь, что в этом собрании среди нас она часто молится о своих детях, Господи, которые не спасены, о внуке своем, Господи, которые на войне и тоже не знают Тебя, Господи. Она просит о их обращении, о их покаянии, о том, чтобы они родились свыше, чтобы они познали Тебя и в небе могли бы быть вместе. Господи, услышь ее молитвы, ответь на эти, Господь, нужды, мы просим Тебя вместе с нею. Господи, также мы в это время просим и о всех именинниках, которые у нас на этой неделе есть в нашей церкви, за то, что хранил их жизни, да благославляешь их, Господи, они среди нас, чтобы, Господи, вот этими годами жизни мы прославляли Тебя, мы служили Тебе, и Тебе была бы от этого слава и хвала, наш Господь. Мы Тебя благодарим, Господи, что сестру Лису Ты сохранил в далеком пути. Просим Тебя за маму нашей сестры Таисии, Нину, за ее день рождения, за продление жизни, Господи. И мы просим, чтобы вот так же она познала Тебя, чтобы эта семья, они любили Тебя, они были бы рождены свыше и получили бы благодать для спасения их душ. Господи, так же вот этот брат сегодня в нашем собрании заявлял нужду о своих сыновьях, о своей племяннице, сирота есть там, Господи. Помилуй, благослови, Господи, сам, и веди сам так, как Ты можешь и должен сделать. Но люди верят в молитву церкви и заявляют ее здесь, Господи. Мы присоединяемся к этим нуждам, Господи, люди, которые молятся Тебе. У нас много других нужд, Господи, и наши дети, и наши семьи, Господи, и наши близкие, и страдающие люди на войне, Господи наши. Благослови их и не остал, сохрани, Господи. Благослови наших служителей и всех проповедников в нашей церкви. Мы нуждаемся в Твоей поддержке, в Твоей силе. Так же, Господи, вот у нас есть друзья, молодежь, которые вот из-за работы не могут быть на собраниях воскресных, и просят молиться, Господи, о них. Помоги им, Господи, сам иметь работу, чтобы они могли быть на собрании. И всем нашим братьям, сестрам дай работу, дай необходимое, чтобы могли мы жить, могли обеспечивать себя и уделять на нужды церкви, на нужды Твоей, Господь. Мы просим Тебя и благодарим за все, Господь, и прославляем Твое имя, что Ты великий, вечный Бог, и Ты с нами, и Ты ведешь нас, и поддерживаешь. Господь, мы просим о том, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибыли всегда с нами. Аминь. Аминь. Дорогой святой.